Во время прямой связи уже со студентами России министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал в конце февраля посетить студенческий телеканал Универ ТВ. Все подробности расскажет Илья Андреев, которому удалось задать вопрос министру. Вот только что завершилась прямая связь с министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым. Нужно сказать, что во встрече принимали участие представители студенческих средств массовой информации. 27 января студенческий телеканал Универ ТВ Казанского федерального университета был тоже на связи. На встрече офлайн находились 12 студентов, представителей московских университетов. Онлайн были журналисты студенческих средств массовой информации со всей России, от Крыма до Владивостока. Открытый диалог состоялся в прямом эфире на площадках Миноборнауки России, в Ютуб и социальной сети ВКонтакте. Казанский федеральный университет, мы хотели выйти на связь тоже с небольшим предложением. Давайте Казанский федеральный, выходите. Мы СМИ как-то обошли совсем эту тему, и мы даже не вопросы, а мы скорее предложения. Первое, вот в ходе вашего следующего рабочего визита в город Казань, в Казанский федеральный университет, мы бы хотели пригласить вас на Универ ТВ, это первый студенческий телеканал круглосуточного вещания в Российской Федерации для встречи вот подобной со студенческими СМИ, и мы бы задавали не глобальные вопросы, а более конкретные, которые волнуют нас, студенческие СМИ, казанские, региональные студентов. И второе предложение, я думаю, что мои коллеги согласятся, представители средств массовой информации, мы, студенты из региона, я из Казани, сталкиваемся с проблемой организации практик в крупных федеральных средствах массовой информации. Собственно, я считаю, что было бы целесообразно и правильно создание такого интернет-ресурса, на который все было бы достаточно просто и легко, да, вот я сейчас не могу это конкретно сформулировать, но условно мы бы подали заявку, мы там загрузили фотографию, портфолио, все просто открыто, есть кураторы, которые, организаторы все это проверяют и нас распределяют. И вот, условно, я студент кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций, высшую школу журналистики и медиакоммуникаций КФУ, мог бы не просто на Первом канале, там, или Россия-1, там, кофе разносить, или на любом другом телеканале, а выполнять профильные какие-то задачи и получать конкретные навыки, да, вот, поучить, ну, собственно, получить какой-то опыт у старших коллег, да, поучиться у них, и уже потом, приехав в регион, да, в Татарстан, на нашем телеканале Универ ТВ, уже эту практику применять, и я думаю, что это было бы очень для нас, для всех студентов, которые, собственно, представляют средства массовой информации, по направлениям, не только, да, вот, телепроизводства, я сказал, но и по направлениям журналистики и медиакоммуникаций именно регионы, да, чтобы у нас была возможность, вот, приехать в... вот так вот. Да, я обещаю, что приеду к вам на телевидение с удовольствием, открою вам секрет, у нас есть планы, мы недавно встречались с руководством республики, Рустамом Нургалеевичем, и планируем, что в конце февраля, как раз в том числе в Казанский федеральный университет, поэтому у вас такая замечательная, веселая студия сейчас, мы побываем. Что касается практики, мы подумаем, как вам помочь, абсолютно справедливая постановка вопроса в федеральных СМИ, но я думаю, что можно не через интернет, можно и по-другому, не через интернет-ресурс, можно и по-другому, но главное, эту задачу надо решить будет. Так что постараемся помочь вам. Спасибо огромное, будем ждать в федеральном университете, спасибо. Спасибо, Илья, спасибо. Мы с большой радостью ждем в гости Валерия Николаевича в Казанский федеральный университет и на встречу на нашем телеканале с представителями студенческих средств массовой информации. Илья Андреев, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Захитоглы. Продолжение следует...